здравствуйте здравствуйте мои дорогие и уважаемые подписчики не подписчики тоже здравствуйте ну что кабачки почему-то в этом году кабачки у нас вот пара кабачков 6 гривен килограмм но некачественные вот на базаре я тоже не видела хороших и в магазине какие-то выбираешь выбираешь они все такие ну не очень но дело не в том сегодня хочу приготовить икру потому что я готовлю ее и на на зиму и хочется икры уже покушать как обычно на зиму я готовлю там есть у меня плейлист консервации заходите там есть икра которая очень по-быстрому без заморочек вы все это сбросили перебили и готова постерилизовали и шикарно как в магазине икра сегодня я хочу сделать икру чтобы она была таким мелким кубиком то есть не буду перебивать но вы понимаете что для этого нужно овощи нарезать лук морковку и кабачок больше ничего использовать не буду растительное масло и специи это перец черный и соль потому что если добавляю сюда уже болгарский перец совсем другой оттенок если какие-то специи другие другой оттенок я хочу просто кабачковую икру что я делаю я делаю четыре кабачка вы видите вот такие вот средние раз два три четыре пять шесть семь восемь девять таких луковиц по массе должно 50 на 50 быть и морковка тоже вот такая вот я свою морковку очистила в этом году лук плохой урожай а морковка хорошая я нарезаю мелким кубиком первое это что лук и морковку потому что морковка она более твердая поэтому мы ее обжарим и поставим пусть она тушится но я вам все буду показывать пока нарезаем овощи нарезала морковку вот таким кубиком и лук сейчас на сковородке обжариваю сначала морковку а потом к этой морковке чтобы это все быстрее было добавлю лук и этим временем нарежу кабачок вот со всех сторон чтобы каждый кубик как бы отдался горячим маслом этого достаточно ну пять минут буквально морковку обжариваю я добавила две столовые ложки растительного масла и сейчас высыпаю сюда вот лук беру огонь и пусть чуть-чуть протушится чтобы воды не добавляйте на маленьком огонечке потому что кабачка у нас будет очень много жидкости теперь быстренько нарезаю кабачки пока у нас там тушится посмотрите вроде молодой но мне не нравятся эти семечки видите какие они уже большие они молоденькие но все равно я их вырежу а нарезала кружочками лучше пополам вот так разрезать и стежка но нарезайте как хотите чтобы такой кубик получился ок ну что у меня уже даже по запаху слышу что ох смотрите как уменьшилась а морковка она полностью не жарилась а стушилась и сейчас я высыпаю сюда кабачок не буду ничего отдельно обжаривать абсолютно ничего и не солила ничего пока хорошо угадали видите поднимаю со дна морковку сейчас немножечко крышкой прикрою выделиться влага с кабачка потом уже будем смотреть но я имею ввиду с добавлением растительного масла пока можно добавить чуть-чуть огонь посмотрим что у нас здесь творится о хорошо творится эти лишней такой жидкости нету это хорошо сейчас я присолю и жидкости больше будет соли но я не знаю но наверное две ложки столовые пойдет на это количество и сейчас добавлю у меня нету томата но не созрелищу можно нарезать помидору поэтому я нарежу добавлю у меня такой соус если пасты то пару ложек соуса 3 столовые ложки это для цвета и чуть-чуть для вкус так все накрываю и пусть себе тушится так смотрите видите как уже жидкость вышла и я сняла крышку и на маленьком огне протушиваю это даже можно назвать знаете как кабачковый рататуй или икра рататуй из кабачков от мелкая нарезка вот это очень очень похоже рататуйчик все пусть немножечко жидкость это уходит потом посолим сахара перца чили и конечно же сахарка по вкусу вы выровняем кабачок станет готовым это сделаем ну что вы видите как выходит сок наверх вместе с томатом томатным соусом и сейчас я должна посолить поперчить все сделать как положено вот на это количество я беру две чайные ложки сахара соль пока я не добавляет уже буду в конце немножко присолила пол чайной ложки лимонной кислоты пока черный молотый перец тоже пол чайной ложки и щепотку красного перца чили это если вы любите если у вас слабый перец то чуть-чуть не хотите не добавляйте и сейчас вывожу по вкусу я перемешала теперь пробую что мне нужно добавить чего у меня не хватает в этой икре рататуй можете добавить лавровый листочек не помешает особенно если вы будете в баночку выкладывать остатки икры пожалуйста не соленая я должна досолить и чуть-чуть добавить перца абсолютно не чувствуется чили так ну что я вывела по вкусу мне вкус нравится и сейчас что я сделаю у меня есть вот такая вот 700 граммовая простерилизованная баночка я насыплю эту баночку поставлю стерилизоваться но это пусть остывает вот такой вот икру рататой нужно кушать как и любую икру кабачковую нужно кушать холодной она намного намного вкуснее все выключаю и уже будем пробовать когда остынет икра для еды остывает и я решила две баночки сделать на нем не сразу 15 минут закипит с момента закипания 15 минут у меня 750 миллилитров банка ну что вот такая икра получилась икра рататуй сейчас мы с вами будем пробовать я обманываю уже съели очень много это то что осталось я специально для презентации оставила потому что целую ночь у меня остывали банки пойдемте посмотрим что же нас с банками так заготовочный цех мой вот смотрите какая красота сейчас их перенесу еле-еле тепленькие уже можно их вытаскивать открывать смотрите какая икра лишнего жира нету я не люблю чтобы было много масла тут три столовые ложки растительного масла достаточно я больше не добавляла хотите более жирный пожалуйста добавляйте куст видите кубики видны ничего не расклеилось а такая но если вы добавите постель помидоры у вас будет может цвет чуть чуть поярче ну вот видите со смехом и наелись и две баночки еще получилось ну давайте будем пробовать как обычно берут я лично люблю черным хлебушком смотрите все держится сочно видно что сочная ничего лишнего нету никаких консервантов ничего и лишних продуктов не то чтобы не перебивать именно чтобы было вкус кабачковой икры потому что паприка перец совершенно оттеняют но это ваше дело вы можете добавлять но я показала как я готовлю один из рецепта пробуем а сына потекла очень вкусно нежно и вкусно единственное что что сейчас полностью остыла чуть чуть больше кислоты хотелось бы чуть-чуть ну это у каждого свой вкус все мои хорошие готовьте что у вас на огороде выросла что вы где купили все нужно переработать ничего не выбрасывай вы видели кабачки даже не совсем свежие такие я серединки повырезала потому что они были там не очень хорошие уже такие найти вялое и получилось вот такое блюдо все смотрите канал алла ковальчук заходите на семейный канал нас просто у нас вкусно до свидания до новых встреч до побачения до новых встреч